Складывается впечатление, что правоохранительная система в Украине просто отсутствует фактически и полностью. Как вы считаете, вот, кстати, тут же в контексте отставка Авакова произошла, пока мы с вами не разговаривали, как вам такие новости? Это нужно спросить Арсену Борисовичу, почему он пошел в отставку. Щодо вашего вопроса, если взглянуть бюджет и выпрати, то она у нас очень есть и очень хорошо исходит. А реально, если поговорить с людьми, которые стали жертвами и злочинами, узнать, как полиция расследует, как прокуратура выполняет процессуальное керевничество, какие суммы просят за то, чтобы выполнять хоть какие-то следственные действия, то у нас ее действительно нет. У нас с реформированием ее снищили. И защиту граждан в цей стране правоохранительные органы не обеспечивают вообще. Поэтому единственное, что я спілкуюсь с гражданами, даже с студентами, да, у меня вкрали телефон, пошла в полицию, сказали, перезвонят. И с тех пор прошло три месяца, и ты ж догладь, никто ничего не регистрировал, никто ничего не делал. От их, как я, в тот день было в райвью отделе при мене 8 человек. Это студентки мне рассказывали. Так это ж каждый день, так. И этих проведений нема. Тому те, что нам рассказывают по телевизору, что у нас снизилась злочинность, что у нас все доброе, это больше, лучше народу на ухо. Все, что можно рассказывать. У нас реестрация злочинности сейчас, если складает 30%, то это доброе. Я думаю, что еще меньше. То есть, что вносят в ЕРДР. Все иншее, вообще, не рееструют. То есть, то, что у нас ранее сказали, латентно, с этим надо бороться. Для этого приняли в 2012 году новый кодекс, который уже 9 лет намагается изменить, или отменить, или новое написать. И никто не выполняет норму, что все заявы и поведомления о гражданах о причине злочиня должны регистрироваться и расследоваться. И никто этого не делает. Кажут, что все, что угодно, навантаженность. Да нет, навантаженности. Есть кипр навантаженности. Можно взять тысячу проведений, не делать по них ничего, жодної слідчої дії, рассказывать навантаженность. Кто-то за этим дивится. Можно нарееструвать миллионы заяви поведомлений про злочин, не проводить расследование. То есть, что у нас отбывается. И тоже все доброе. Злочинность падает. И так по будь-якому напрямку. Тобто, на жаль, единственное, что я бачу, что у нас правоохоронные органы, в том числе и прокуратура, перетворились на пиар правоохоронных органов. Нереальна работа, а в первую очередь отзвитування. Знаете, как появилось из 2014 года, раскладывать купюры по коврам и показывать, как мы хорошо работаем. Так до этого часа вся работа в этом и заключается. А как довести эту справу до суду, и для того, чтобы винная особа отримала покарание, то забезпечить невидворотность покарания, это не думаю. Только гарная картинка. Гарная картинка, которую мы расскажем людям, как все хорошо. Хай спитают тех, кто вважает, что он стал жертвой злочин, что получили защиту от полиции и прокуратуры. Дуже б цікаво было опитывание. Я думаю, что они были бы удивлены ровным доверия до этих правоохоронных органов. Не до патрульной полиции, как у нас, а взагалі до полиции, которая занимается расследованием злочин. Повинна региструвать и расследовать, и прокурор должны сделать процессы. А у нас все подминено пиаром. То есть, жоден гражданин у нас захисту от злочиня на данный час не мае. Это, если випадково его заявка попадет до того слідчика, который действительно решит ему допомогти. А реально, в загальном порядке, я очень сомневаюсь, что чьи из права будут захищены и по новому. Не, у нас раскрываются злочины. Крадежки в магазинах и так далее. Да, у нас правильно сделали, что ввели криминальные поступки, они начали діяти, чтобы развантажить слідчих. Но суттєво на качество их работы это не вплинуло. Слідчих развантажили. Но что-то я не слышу в великой кількости раскрытия злочиней, реальных. Цифры малюють гарно. Это зависит от нереестрации. Не рееструем, значит, раскрытие покращается. И все стаёт хорошо. Но это же никого не цікавилось. Найкращим, найкращим ознакомой того, что правоохоронные органы не працюють, есть информация, которая периодично появляется в засобах массовой информации. Про самосуды. Населено бачить, что никакого захиста в правоохоронных органах нет, и начинает самостоятельно карать злочинцев. Я надеюсь, что еще никого не убили. Но привязывают уже до стовбей, поливают зеленкой. Уже по телекранам показывают. Это первая знака, что у нас нет правоохоронных органов взагалі. То есть населено уже настолько в них неизнавирует, что даже и не вызывают на место пригода. Для чего? Для чего идти в полицию, подавать заяву, если ты точно знаешь, что они ничего делать не будут, потому что ты уже с этим стыкался? Те же самое. Для чего идти скаржиться в прокуратуру, если тоже ничего не изменится? Идите в суд, тогда зарееструйте. А после регистрации в суде вы сами стыкнулись. Что делать? Ну, зареестрували. И что? И ничего. И вот и ныне там. Что хотим, то расследуем, что не хотим, то не расследуем. Я что-то не видел, чтобы скасовали правки Лазового, что можно закрывать проведение за сроками, за минуванием сроков следствия. То есть два месяца прошло, они продолжили и закрывали. И больше ничего не надо делать. Дуже гарно. Те, что их не касают, показывают, что правоохранных органов эта система задовольняется. Все добре. И то, что у нас до сего часу КПК не привели до Конституции, которая изменилась еще в 2016 году, это тоже показывает, что все доброе у нас в стране. Это задовольняет владу. Никто не хочет знать реальной ситуации. Мы заменим ретельное вивчение уровня злочинности и деятельности правоохранных органов опитыванием разных организаций, в том числе и Центра Разумкового, который не дает гарных характеристик к жодному правоохранному органу. На жаль, и та информация, которую дают эти ответы, залежит от тиска, который действует через засоби массовой информации на граждан, что все погано. Но если бы граждане реально бачили, что все працюет, мабуть, и результаты были инжен. Мені простейше всего судить по прокуратуре. Реформы начали, потому что ревень доверия до органов прокуратуры был маленький. Всех сменили, какую-то количество новых набрали, попризначали. Все добре, все классные, ревень доверия до прокуратуры тот же. Так, а что сменили? Для чего вы тратили шаленые деньги? Для чего звольнили купу людей? Сейчас рассказывают нам. И в судах добивается, что это было скорочение. Да не было никакого скорочения. Скорочение было в 2015 году, когда скорочение отбывалось реально. А на данный момент это только лапша для народа. Чтобы народ решил, что что-то изменилось. Реально все реформи проводятся с метою призначения на хлебные места своих людей, чтобы они по-дальшому позволяли решить какие-то вопросы. Все.